Молитесь всегда тихо. 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 Аминь. Внезапно придет судья и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты Боже. Молитесь всегда тихо. 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 Внезапно. все надеющиеся на Тебя, Господи Божий, да не посранятся во мне ищущие Тебя, Божий Израиль, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестью покрывает лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем съедает меня, и злословия злослующих Тебя падают на меня, и плачут, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды ретищи, и делаю за них притчи, а мне толкует сидящий у ворот и поют в песнях пьющее вино, а я с молитвой моей к Тебе, Господи, во время благоугодное Божия по великой благости Твоей. Услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня истиной, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и глубоких вод, да не увлечи от меня стремлением вод, да не поглотит меня пущины, да не затворит надо мною пропасть Дева Своего. Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя, помножествующий дрот Твоих предри на меня, не скрывай лица Твоего, отрабатывай его, ибо я скорблю. Скоро услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь, поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все перед Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я не мог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу, и дали мне в пищу желчь, и вражды мои напоили меня уксусом, да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею, да повращаться глаза их, чтобы не видеть, и чресло их раскладь навсегда, и злей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего, да вымет их, жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают. Приложи беззаконник беззаконию них, и да не войдут они в правду Твою, да изгладятся они с книги живых, и с праведниками, да не напишутся, а я беден и страдаю, помощь Твоя Божья да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду приводносить Его славословие, и будет это благоугоднее Господу, нежели Бог, нежели телес с рогами и с копытами, вид это сраждущие, возрадуются, и оживет сердце Ваше, ищащее Бога, ибо Господь внемлет нищим, и не пренебрегает узников Своих, да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущиеся в них, ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют Его, и потомство рабов Его утвердится в них, и любящие им Его будут посетать о Нем. Поспеши, Божий, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да поспедятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад, а ты предан и по смеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад, за поношение меня, говорящие мне, хорошо, хорошо, да возрадуются и вознеселятся тебе все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят не пристанут, велик Бог, я же беден и ищу, Божие, поспеши ко мне, ты помощь моя, и избавитель мой, Господи, не замедли, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить, святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, и преподая к стопам Твою, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо Мною, добровольно распявшись, а скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю злоугодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и види в Царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец, и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему. Прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, удостой меня присветить Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы бесплодных и всякой плоти, на высотах небесных живущей, озирающей долы земные, наблюдающей сердца и помыслы, ясноведующей тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольным и невольным, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его. Да найдет Он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Него в радость и божественный черток славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость вилищих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный в блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. Святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца. И от помраченного ума моего. Аминь. Аминь. Благословен плод чрева Твоего. Ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов. И сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей всех ближних моих и друзей. И всех православных христиан подай в Твои земные и небесные блага. Не лиши ее милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей, дару им здравия и спасения души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей всех православных христиан. Прости им все и грехи, вольные и невольные, и дару им Царствие Небесное. Со святыми в покое Христе души рабов Твоих, правотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Светися, светися, Новый Ангел, опиявший благодать, и чистое дело, радуйся. Ипаки, реку, радуйся, Твой Сын, воскресе тредневен от гроба, и мертвые воздвигнувые люди, веселитесь. Светися, светися в Новый Иерусалиме, слава Богу Господне, на Тебе воссия. Ликуй ныне и веселись сегодня, Ты же чистая, красуйся Богородица, о восстании рожденного Тобой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву о непрочистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый и небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Ложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостоив крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добротельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, и успех в трудах. Избавь их от хитрых кознях дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Прочистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе с праведными всегда благодарили Тебя. С единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума и благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение, потому что Ты, источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда ныне признан и во веки веков. Аминь. Аминь. Игнать Тихонич, продолжайте. Спасибо, Господи, помилую, Аптамару Духовному, родители и сродних, и благодетели митрополита Илариона, епископы Итихи, Вениамина, Агафа, Ангела, Диамида, Тихона, Антуния, Пященарея, Ахима, Павла, Геннадия, Сергея, 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 Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Владимира, Симония, Максима, Владимира, Иглебу не дай погибнуть, Диакона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея. Спасибо, Господи, священцы. Митрополита, Сергея, Владимира, Симония, Африк, Кирилла, Евгения, Франциско, Камиль, Александра, Диадора, Тихона, и весь священник, и иночный священник, и высший истинный служитель, миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Не нам дай еще священника, если угодно, тебе смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, сохрани их от покушения на них, вразуми их, дабы издавали мудрые законы, человек мог достойно жить, дабы было еще уделять нуждающимся. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и радую сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное тобою, если вы пошли на добрых помощников, наставников, советников, и сохрани нас от всякого рода зла и греха в этот день. И защити нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы злочных, там Игоря, Андрея, Серафимова, Владимира и братья, Людмилу, Любовь, Алексею и Осипову. Почти добрые жители с детьми, знающих уставок, любящих слово, советую. И школу сохрани, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игору, Марину, Никитину, Щадоеву, Виктору, Сергею, Селастьяну, Людмилу, Маленькину. Наши пределы в общем, буди, Господи, на душу и наше. И побуди нас на добрые подвиги, а славу твои. Спасибо, Валентина, Екатерина, Надежна, Наталья. Спасибо. Евгения, Армана, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Екатерину, Катерину, Галину, Сергея, Сергея, Александра, Александрского. И возри, Господи, на пакости врагов наших, творящих добрая. Их обрати на путь покаяния племени Рисса и Максимова, Александра, Александра, Юрия, Сергея. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Посети, Господи, Болящих, дай силу перенести страдания. И пошли на исцеление. Валерия, 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 Кирилла, Игоря, Надежды, Валентина, 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 Татьяна, Татьяна. Благодарю тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье, за болезни. И во всё своё время по твоему возволению может оказаться на пользу нашу. Аллилуйя. У меня ряд ступников Николая, Михаила, Александра, Юрия. И от пьянства из Бавя Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И наде всё наше родство, и до Киева, Валентина, Ирину, Татьяну, Марту, Нину, Ольгу, Ильину, Мария и Татьяну. И сохрани наше это сокровище в интернете книги «Десять путей трудящихся» благослови Игоря и Игоря Дмитрия Викторовича. Андрея, Андрея, Сергея, Сергея. Вячеслава, Дмитрия, Валентина. И Романа из Батла «Духа лжи», не дай ему погибнуть, где он есть, найди его, Господи. Господи Никита и Виталий, данной духовной рожденнице. Слава Тебе, хвала Тебя, честь, поминяя наш Господь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Слава Тебе наш Бог и Его, Вау Волочь. Свят, свят, свят Господь Саваук. Вся земля полна славы и Валилуя. Слава Выше Богу, на земле и мир, в человеках благоволения. Господи, благодарю Тебе за тот день, который дал мне вела в Тебя, страх пред Тобой, ожидание Суда Божия. Благодарю за день, который дал мне Святой Библию, и поздам толкование святых отцов в этой новой святке. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами и своими. Аллилуйя. Глаза и Господи добро, кто помогал нам в нашем путешествии. Павла, Зинаила, благослови, Владимира, Демитрия, Людмила, Надежда. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешим. Благодарю Тебя, мой ангел. Благодарю за своих путешествующих, Раиса, Льва, Виктора, Видию. В стива и жаста-то найди, обрати. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Добрый ангел, не покинешь смерть и счастье, а душа будет разнущаться от тела. И душу мою проведи по мытарству. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Я, Христитель, председший Христом, моли Бога о нас. Мужчина, Господи, житель беды. Имея пропитание и одежда, быть благочестимым и доволен. Никогда не роптать никому и не завидовать. И быть во всем экономом. Не страшиться старей начальствующих. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обречать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола Мердекис еще до Твори. Смолите, Бога о нас, святые помолки. Божие. Бега и Лисеев. И нох, Моисея, Исамуил, Аарон. Ио, Авер, но Иосиф, Патриарх. Петра. Ио, Авер, но Иосиф. Ио, Авер, но Иосиф. Да, Господь, Духа, промолвился в пророчество Церкви, дабы день прихода, то наше отшествие не осталось не готовым, но чтобы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими святинниками истинной веры, и сосудами полными, имея добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога, нас, святые ангелы, архангелы, хирурги, миссаратимы, известные силы, те апостолы, Петры Пая, венгелесы, Матвей, Марк, Рука и Ан. Молите Бога, нас, святые мученики, мученицы, и гнатия, благоносят, поликам, смирские, усинь, пилософ, ка-смайдене, ангелесы, сила, пилософ, мученик, премент, ринцик, премент, анкистский, анкильник, медийский, георгий, победоносец, пантелеймон, 40 светних мучениц, царь Николай, святой отцовское семейство, Владимир, Дениамин, Иосиф, Борис и Грек, молите Бога о нас, докрепит Господь народ свой, дабы никто не приемл, ащи остания в деле, антимы, Дениамин, 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 Саши, родители, заложенные ступы, молите Бога о нас, святые отцы, и Василий Великий, Григорий Богослов и Ангела Таусов, Афанасий Великий, Прим, Пирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Раденский, Степан, Пенский, Серапин, Саровский, Антобольский, Анкараштадский, Аншанхайский, Кирилл, Рефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Автальский, Килорет, и все перевозчики священного писания, молите Бога о нас, Господи, укрепи и расширь святую православную веру, замысл и не текло к ничто кривотею людей, молите Бога о нас, святые девы, Техла, старомучьи, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матя, Стопия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Переписовы, Техла, Адриан, Ольга, Нина, Мария Мальдогена, Мария Египетская, Талискила и Акиева, Амброник, Юния, Яна Лустина, Задарует Господь послушание, молчание, целомудрие, стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, слава Тебе, Боже, наш слава Тебе, и справа Господь не покорилась, Галина, семейство ее, Евгения, Надежда, 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 Людмила и Анна, И нас померли милость Твоей, Арабия, 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 И прими нашу молитву, Господи, Больдяне, Ох, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед Христовым благодатью Твоей, И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе, Божие, на небе и на земле, Дима наш, Господь, Болготе, стыдливо и благомилостиво, и услыши и исполни молитву всех молящихся у нас, Во благо нам, любящий наш Отец Небесный, во имя Христа и Голгофской жертвы Его пролитой крови, Просит, благослови всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй, Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слыши, это раб Твой. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слыши, это раб Твой. Воистину воскресенье. Доброе утро. Воистину воскресенье. Воистину воскресенье. Продолжаем чтение книги. Сергей Павлович, я не просил сегодня забрать хлеб, потому что не сегодня, а завтра, в пятницу, потому что субботу у нас не будет. А если забудешь, лучше не забывать. То тут прям, где продукты находятся, сверху положить, хорошо завязать. Нет, опасно. Выше привези. Продолжаем чтение книги к истинному православию. Игнатия Тихоновича Латкина. Завтра встречать Лидию не забыл? Нет, не забыл. Тема и гордость папства. Папа Иоанн XII выработал также особый тариф штрафов за отпущение грехов в пользу апостольской исповедальни. Убийство мирянами священника стоило 7 грот, мирянина мирянином 5 грот, плотские грехи, блуд и прочие сделались для римской церкви выгоднейшим источником доходов на долгие века. Отпущение греха блуда священника с монахинями, совершенные в монастыре или вне оного, либо священника со своими племянницами, кузинами или крестницами 67 франков. Одиннадцать су, шесть денье. Сергей, сделай, чтобы видно было сердце. Сердце не видно. Противоестественные грехи, мужеложство, скотоложство, стоили священнику 219 франков 14 су. Монахини же, любодействовавшие с мужчинами в монастыре или вне оного, платили значительно дороже, чем монахи. Сто тридцать один франк, четырнадцать су, шестнадцать денье. Грех прелюбодеяния одинаково расценивался. Восемьдесят семь франков, тринадцать су для миряна боевого пола. Папа Лев X, 1513-1521 года, значительно повысил этот тариф. То есть мы развенчиваем миф о том, что Папы безгрешны. Папа Иоанн XII, весь матерь Пима, страховал кровосмешение. Грех этот, совершенный с сестрами или с матерью, стоил всего сорок сут. Сознанный императором собор, осудив и свергнув Иоанна XII, избрал новую папу под именем Лева XIII, 963-965 годы. Но едва Атто оставил Рим, как Иоанн, скрывавшийся до тех пор, возвратился и, прогнав своего соперника, стал беспощадно мстить своим врагам, отрезая им носы и уши, отрубая руки, пока сам не был убит одним оскорбленным мужем. На его место избрали Венедикта V, 964-965 годы. Но Оттон принудил их принять прежде поставленного им Папу Лева XIII. Венедикт IV, 1972-1974, был свержен и умерщвлен в рождебной ему партии. В Ванифате VII, 974-985 годы уморил голодом в крепости святого ангела Папу Иоанна XIV, 983-984 годы. И сам погиб насильственной смертью. Иоанну XV, 985-996 годы, отрезали нос и язык, выкололи глаза, и он умер в тюрьме. В 991 году французские епископы на заборе в Сен-Базиль-де-Вержи отказались повиноваться Папам, этим чудовищем, исполненным бесчестиями, лишенных божественной человеческой учености. К довершению унижения церкви на Папский престол был выбран Венедикт IX, 1033-1048 годы. Мальчик, десяти лет из которого с годами вышло чудовище разврата, напоминавшее Каллигулу и Гелио Габала. Он вел в Латиране жизнь сурецкого султана, грабя и убивая римлян по произволу и прихоти, и продал свое папство Иоанну Грациану, ставшему Григорием VI, 1044-1046 годы. Этот папа, увлеченный в Симонии на соборе в Сутре, созванном императором Генрихом III, добровольно сложил себя купленное им папство. Пасхали II, 1099-1118 годы и Евгений III, 1145-1153 годы одобрили дуэли, который запретил Юлию II, 1503-1517 годы. В Анифате IX, 1389-1404 годы сам торговал священными предметами. Иоанн XXIII, 1410-1415 годы отвергал бессмертия души и был низложен Константским собором в 1515 году. Климент XIV, 1769-1774 годы уничтожил орден иезуитов, одобренный Павлом III, 1534-1549. Пий VII остановил этот орден. Примеры эти не нуждаются, нам, думается, в комментариях касательно потенциальной непогрешимости, кои должны были обладать эти, в кавычках, «святые отцы». Нам могут возразить, что и в других церквах, например, в Греческой, тоже были недостойные патриархи. Хотя и далеко они столь скандального поведения. Повторим еще раз. Ни один патриарх никогда не дерзнул именоваться векарием Христа и не был никем признаваем непогрешимым ни в чем. Согласно Никейского и Константинопольского соборов, непогрешима лишь святая соборная и апостольская церковь, «Ибо глава ее сам Иисус Христос». Около 1600 года в римский требник введены слова, якобы сказанные Петру, а значит и Папе. «Ты, если пастырь овец, тебе Бог передал все царства мира». Евангелие не знает таких слов Христа Петру. «Эти слова были сказаны Христу Искусителем. Тебе дан власть над всеми семи царствами». Лука 4.6 Ужасом веет от римской теории о главенстве римского епископа. Каким мерилом можно установить с кафедры или не с кафедры действовали Папы, перечисленные выше? Гордость, ложь, убийство, цинизм, возведенные в норму правления. Один из самых зловещих признаков нашего времени является систематическое и все более возрастающее сближение папства с иудаизмом. «Будучи по своей сущности чудовищным извращением христианства, Папа представляет собой власть, которая будет предана, передана зверю». Книга Откровений, 13 глава. «Хотя и не дерзаем превосходить будущие события, мы, однако, можем задать вопрос себе. Не является ли Папа предтечей грядущего Антихриста? Папа и его борьба с православием». Москва, 1993 год, Носов, страница 95. Причина всех фальшей римско-контолитетской церкви есть гордость и признание Папы действительной главой церкви, да еще непогрешимой. Следующая тема. Человекоубийство и ложь Ватикана. Христианская община первых веков до пятого века определенно признавала в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство, а потому и убийство на войне. Так, во втором веке, перешедший в христианство философ Татьян считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство, а потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина. В том же столетии Афиногор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. В третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим, в кавычках, воинственным народам мирное время христиан. Но все яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген. Прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на плуги, копья на серпы, он совершенно определенно говорит, «Мы не поднимаем оружие ни против какого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделали с детьми мира». Отвечая на обвинения Цельзам христианам в том, что они уклоняются от военной службы, так, по мнению Цельза, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо, говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал. Также решительно высказывается и Тертулиан о невозможности христианина быть военным. Цитата. «Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола. Говорит он про военную службу. Крепости света и крепости тьмы не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Неужели можно упражняться с мечом, когда Господь сказал, что каждый взявшийся за меч от меча и погибнет? И как будет участвовать в сражении Сын Мира? Безумствует мир во взаимном кровопролитии, говорит знаменитый Киприан. И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, и именуется добродетелью, если делается в массе. Преступникам приобретает безнаказанность умножения ярости». В IV веке лактации говорит тоже. «Не должно быть никакого исключения в заповеди Божией, что убить человека всегда грех. Носить оружие недозволено, ибо их оружие только истина». Первый Вселенский Собор в 325 году ясно определил строгую эпитемию за возвращение в войско христиан, оставивших службу. «Благодатью, призванные к исповеданию веры и первый порыв ревности, явившие и отложившие воинские пояса, но потом, как псы на свою блевотину возвратившиеся, таковые десять лет преподают к церкви, прося прощения по трилетним слушаниям и писаниям в притворе». Еще в IV веке Василий Великий рекомендует в течение трех лет не допускать до причастия солдат, виновных в нарушении этого постановления, за убийство врагов. Павлин, епископ Неоланский, умерший в 431 году, грозил вечными муками за службу кесарю с оружием в руках. Ферруций решительно сказал, «Не дозволено христианам проливать кровь даже в справедливой войне и по приказу христианских государей». В 1244 году Иннокентий IV даровал кардиналам красную шляпу, как символ того, что они должны всегда быть готовы пролить свою кровь в защиту церкви. Урбан II, 1888-1999 француз, «Стал вдохновителем крестовых походов, имевших с целью освобождения гроба Господня от ислама». Для поощрения записи наибольшего числа крестоносцев церковь гарантировала участникам походов следующие привилегии. Освобождение от выплаты процентов, занятых сумм, освобождение от платы долгов, освобождение от налогов, обидчики их подлежали анафеме, освобождение от гражданских судов, дарование каждому крестоносцу полного отпущения грехов без всякой эпитемии с момента его записи в поход. Папа Урбан II был первым папой, начавшим раздавать индульгенции, от латинского «оказывать снисхождение», в католицизме «отпущение грехов грамота». Были изданы книги с указанием суммы денег, которые нужно было выплатить за сделанный грех, или тот, который думал сотворить. Продажа индульгенции есть и в наши дни. Папа выступил с речью перед большой толпой, собравшейся в одном из городов Франции. «Земля-то течет молоком и медом», — говорил папа. «Пусть выступят против неверных вбой, который должен дать в изобилии добычу. Да станут ныне воинами те, кто раньше являлся грабителем, то есть горестные и бедны будут там радостны и богаты». Летописец сообщает, что речь папы прерывалась возгласами собравшихся. Так хочет Бог в знак готовности немедленно отправиться в кавычках «святую землю». Многие тут же нашивали на одежду кресты из красной материи. Вот почему участников походов на восток стали называть крестоносцами, а сами походы крестовыми. Весной 1095 года вниз по Дунаю потянулись нестройные толпы бедняков, почти без оружия и без припасов, которые занимались дорогой нищенством и грабежом. Почти все они были перебиты в первом же сражении с сельджутками. Осенью 1096 года двинулись из Франции, Германии, Италии разными путями на восток рыцари. По пути захватывали города, грабили и убивали местных жителей. Феодалы взяли с собой сулук и шутов, охотничьих собак и соколов. После трехлетнего похода к Иерусалиму пришла лишь пятая часть крестоносцев. В 1099 году после ожесточенного штурма рыцари ворвались в Иерусалим. Они учинили в городе страшную резню мусульманского населения. Крестоносцы не щадили ни женщин, ни детей. Ворвавшись в дом, рыцарь вешал на дверях свой щит. Это было знаком для других, что дом со всем имуществом уже принадлежал новому хозяину. Грабежи и его убийства прерывались лишь молитвами, после которых кровополитие возобновлялось. В конце XII века за организацию четвертого похода на восток взялся Папа Иннокентий III. В 1204 году крестоносцы штурмом овладели византийской столицей. Ворвавшись в горящий город, они стали грабить и разрушать дворцы, храмы, купеческие склады и дома жителей. В огне пожаров погибли хранилища древних рукописей. Западные варвары разграбили православный храм Святой Софии. В грабежах принимали участие и пришедшие с крестоносцами епископы и священники. История древних веков, страница 92. Папа весь погрузился в политику и стал вмешиваться в дела королей. Если король не подчинялся, Папа накладывал интердикт на всю страну. Наказание состояло в том, что все церкви запирались по всей стране. Не совершалось ни браков, ни крестин, ни погребений. И только для одних крестоносцев, отправляющихся в поход, разрешалось совершать литургию с шепотом. Историк Никита Ханиад, бывший очевидцем злодеяний и крестоносцев, описывает, как они искали повсюду золото и драгоценности, убивали, насиловали и пьянствовали. Жители православной столицы спасались во все стороны от этого ада. По дороге в Селиврию Никита повстречал маститого патриарха Иоанна Каматира, оборванного, басово, идущего без жезла и без гроша в кармане. Иннокентий III прислал свое благословение крестоносцам. Папа решил, что раз волею Всевышнего нечестивая схизма перестала существовать, следовательно, он сделался главой Восточной Церкви. На место православных иерархов стали повсюду возводиться латинские. То же самое было сделано и в Восточных Патриархатах за время хозяйничества на их территориях, в кавычках, «боголюбивых» крестоносцев. Можно без преувеличения утверждать, что Римская Церковь сочла возможным употреблять для уничтожения православных церквей те же методы, что большевики после Второй мировой войны в занятых ими странах. Захват Византии и поведение латинян греки рассматривали как логическое следствие созревшего папского деспотизма и самого папу осуждали за то, что он не удержал своих рыцарей от кощунственного осквернения православных храмов. В то же время крестоносцы заняли старинную святыню православия, святую гору Афон. Как и в столице, латиняне не постыдились подвергнуть православные монастыри кощунственным грабежам, что, естественно, еще усугубило ненависть к воинам папе верных. Они зверски жгли и мучили православных монахов. Киприоты всегда рассматривали захватчиков как еретиков. Поведение католиков в Константинополе почти не отличалось от действий турок. Два века спустя завоевавших эту столицу султан Магомед II 1453 годы. Что же касается их политики в отношении православной церкви, то следует признать, что турки отнеслись к ней несравненно гуманнее. Латинская ига оставила после себя неизгладимые следы. Среди греков остались почти неугасимая ненависть к латинянам. Захватив Константинополь, крестоносцы, награбив довольно, не пошли дальше, забыв о цели похода. Шли годы. Крестоносцы потеряли свои владения в Сирии и Палестине. Папы и короли организовывали новые походы, но желающих участвовать в них становилось все меньше. Папа ввел новый налог для организации крестового похода, но деньги приходилось собирать силой. Часто на глазах сборщиков нового налога люди подавали милостыню нищим с насмешкой, говоря, «Возьми мое имя Мухаммеда, который сильнее Христа». Вскоре после восьмого последнего крестового похода в конце тринадцатого века западные феодалы потеряли все свои владения в мусульманских странах. Но от всех восьми походов была и польза. Европейцы от народов востока научились мыть руки перед едой, купаться в горячих банях, солить арбузы. В повести о отношении папистов на святую гору Афонскую 1963 год описывается о лютостях над монахами, которых латиняне вешали, жгли, растерзывали за неприятие любвеобильной католической веры. Для борьбы с неугодными папами людьми было изобретено дьяволом еще одно в кавычках непогрешимое дело инквизиция латинское с латинского языка расследование специально судебно-следственное учреждение. В 1184 году по инициативе папы Луция III Зеронский собор принял декрет предписывающий епископам назначать комиссаров и направлять их для производства следствия в области зараженные ересью. Этот декрет положил начало инквизиции. Четвертый латеранский собор 1215 год поручил суд над эритиками епископом или их уполномоченным. Атулусский собор 1229 год определил функции епископской инквизиции. В начале XIII века инквизиция действовала уже во Франции, Италии, Германии. В практике инквизиции процветал шпионаж, доносы. Процессы велись тайно с применением самых изощренных и жестоких пыток. Дробили кости или надевали сапоги из сырой кожи и жарили перед жаровней, так что от сжимания мозг выходил наружу. Судопроизводство велось без посредничества адвокатов. Подсудимым не назывались имена свидетелей для получения необходимых признаний, а разрешались пытки. Применялись сожжение с конфискацией имущества. Широко практиковался наиболее жестокий вид наказания. Публичное сожжение, получившее название Аутодафе, акт веры. В Испании свирепствовавшая там инквизиция против мусульман, евреев и еретиков отправила на тот свет свыше трех миллионов человек. глава испанской инквизиции Торквемада 1420-1498 годы сжег свыше десяти тысяч человек, а всего число жертв инквизиции достигло 12 миллионов человек. последнее Аутодафе было совершено в Валенции, Испания в 1826 году. Лишь в 1835 году Папа распорядился прекратить деятельность инквизиторских судов. Никто из инквизиторов не был осужден ни на одном соборе. Ни один в кавычках непогрешимый Папа в скафедре учреждавшей суды инквизиции не был предан анафеме и никакой собор Ватикана не проклял эту кровавую вакханалию наместников. Непогрешимая греховность. Тютчев Папа превратил инквизицию в конгрегацию священной канцелярии, а в 1965 году в конгрегацию вероучения. Мимикрия, подделка под запросы явения времени, дьявол принял вид ангела света. 2 Коинфином 11-14 Все это привело к реформации. В настоящее время протестантов насчитывается 260 миллионов, то есть 9% населения земного шара. Католиков 18%. Пытаясь повернуть себе прежнюю власть, римский Папа пошел на любые преступления. Во Франции, где к реформации примкнуло много дворян, и горожан, католики устроили резню протестантов. Их вождей заманили в Париж на свадьбу сестры короля. Дома, где жили протестанты, были еще с вечера помечены белыми крестами. В августовскую ночь 1572 года, накануне дня святого Варфоломея, на колокольне одной из церквей в Париже раздался гул набатного колокола. По этому сигналу бросились истреблять протестантов. Их убивали прямо в постелях, не щадя ни женщин, ни детей. Волна массовых убийств прокатилась и по другим городам Франции. За две недели было перебито свыше 30 тысяч человек. Это избиение было названо Варфоломеевской ночью. Папа Римский не только одобрил эти убийства, но в память о них приказал выбить медаль и устроил в Риме иллюминацию. Чтобы помешать верующим читать враждебную церковь литературу, папа издал список запрещенных книг, который постоянно пополнялся. В правилах иезуитов говорилось, если церковь определила, что вещь, кажущаяся нам белой, черна, мы сразу же должны признать ее черной. Иезуиты шпионили и подслушивали везде. Отовсюду стекались тайные донесения в Рим, к голове ордена иезуитов, хотя они своих монастырей не имеют. Они одевались в обычную одежду и вели себя так, чтобы ничем не выдавать свои принадлежности к ордену. Пронырливый иезуит с вечно настороженным слухом, вкратчивым голосом и льстивой улыбкой особенно любят перебежчиков из православной церкви, обязательное чаепитие, молитвы, отчина, взявшись в круг за руки, медиумические шаманские обычаи дьявольских шабашей. Иезуит может проскользнуть в самую узкую щель до самой Сибири из дальних польских сел и из Ватикана. Лестью и обманом иезуиты старались завоевать доверие королей и министров, знатных и богатых, подчинить их своему влиянию. Но если какой-либо правитель выступал против папы, они пускали в ход кинжал и яд, расправлялись с ним руками наемных убийц. Члены ордена считали, что в интересах церкви в кавычках для большей славы Божией можно совершить любое преступление. Мошенничеством и спекуляциями орден иезуитов накопил огромное богатство. Имели большие земельные владения, свои предприятия, корабли и даже колонии в Южной Америке. В колониях, на полях и сотрудниках на них работали местные жители, обращенные в рабов. С помощью иезуитов католическая церковь удалось подавить реформацию в Польше, Чехии, Италии, Южной Германии. Король Нидерландов Филипп II послал герцога Альбу в 1566 году произвести суд над эритиками. В городе выросли леса, пик с отрубленными головами. Для осуждения было достаточно несколько минут. Один из членов Совета услышал, что приговоренный казни ни в чем не повинен, заявил. Тем лучше, значит, он сумеет с честью предстать пред Богом. Подозреваемого в колдовстве бросали в воду, если он выплывал, значит, действительно он колдун. Его сжигали, а если тонул, что ж, невиновен, пошел к Богу, тем лучше для него. Практика индульгенции имеет место в католической церкви до сих пор и описывается довольно сложная система канонических установлений. Ютабак Православие и Католичество страница 48 Поведение Папы, его учения и запрет читать Библию на родном языке были настолько противны Библии, что у искренне желавших спасения возникали сомнения в подлинности того, что изрекает в кавычках неповершимые. Нашлись исследователи Библии, сумевшие доказать, что Папа и есть самый настоящий антихрист, предсказанный спасителем. Великая борьба Елена Уайт страница 381 Миллионы людей так и верят, имея к тому убеждению самое веское доказательство. Гордость, ложь и человекоубийство папства характерные черты сатаны. Все доказательства протестантов сходились на том, что произошла неслыханная подмена учения Христа и действия в кавычках непогрешимых ставят их книги Гиннеса на первое место после сатаны по гордыне количеству умученных невинных людей и по морю лжи и коварства подлогов и фальсификаций. Каждый делает то, что может и оправдывает свое название. Пятидесятники о дне сошествия Духа Святого, адвентисты адвентус пришествия, о скором грядущем приходе Христа, православные о сохранении истины в учении церкви о догматах и их чистоте, о том, как право славить Бога. Католики заботятся более всего об восклицательный знак обожении смертного человека Папы и распространении своего учения по всему миру на всю Вселенную расширять влияние их Отца. Католическая Вселенная. Все на сегодня. Продолжение следует... С Богом. Вас не слышно, Игнать, 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 Вопросов нет? Нет. Молодцы. Да. Так на той неделе, на следующей неделе в пятницу последнее занятие, последняя молитва, и до 11 октября. Летом все отдыхают. Сергей, объяви, везде объявление, что занятия и молитвы общественные заканчиваются. Хорошо. с Богом. Все отошел. Ого. Ого. Пока. Продолжение следует...